Но если Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых, Иисуса живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные дела Духом Своим, живущим в вас. И давайте мы будем брать это кусочек за кусочком. Если тот же самый Дух, Который воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, если вы рождены свыше, и Его Дух живет в вас, тот же Дух, Который вы имеете, это тот же самый Дух, Который воскресил Иисуса из мертвых. Вот это тот Дух, Который у вас есть. И то, что я хочу вам показать сегодня, насколько могущественен этот Дух, и помочь вам не ограничивать Его. И тут сказано, что этот тот же Дух Он воскресит или оживит и ваши смертные тела. Теперь заметьте, Он говорит, что Он делает это тем Духом, Который живет в вас. И когда последний раз я здесь был, я думаю, что я показала четыре разных способа, как человек может быть исцелен. И Бог так благ, что Он сделал способ для каждого человека, чтобы он был исцелен. И несмотря на то, насколько ты духовный, Марка 16, сказано, что верующие будут возлагать руки на больных, и те будут исцелены. Так что у вас есть верующие и есть больные. Верующие не должны быть больными. Вы должны всегда помнить о Марке 16. Возлагать руки на больных, и те будут исцелены. И это есть знамение для неверующих, чтобы они стали верующими. Чтобы верующие возлагали руки на больных, неверующих, и неверующие, больные, принимали исцеление, и благость Божия, которая приводит их к покаянию. И они спасались. И вот это и есть цель Марка 16 главы. Марка 16 глава, она не была предназначена для того, чтобы верующие возлагали руки на верующих. И Бог сделал способ для мира, для неверующих, чтобы они могли быть исцелены. И если все верующие они пойдут в свои города, и они найдут каждого больного человека, каждого больного неверующего, и они будут возлагать руки на них, те будут исцеляться, то тогда мы бы увидели массовое пробуждение, люди бы приходили, к Богу. Потому что верующие были в том, и делали то, что они должны делать. А мир отвечает на это, то, как они должны отвечать. Потому что это и знамение для неверующих. Теперь следующий шаг для верующих это в Иакова 5 главе. В Иакова 5 главе сказано, что если есть кто-то, если кто-то болен из вас, просто это вообразите. Если кто-то болен из вас. А на самом деле, в настоящее время, если бы вы писали большинство церквям, то вы тогда не писали им, если кто-то болен из вас. Потому что практически во всех церквях есть люди, которые больны. Но вот что мы видим. На протяжении последних 15 лет, когда я ездил и учил, теперь мы уже насадили церкви. И у нас были домашние группы, которые стали церквями. И это удивляет, что большинство наших служений исцелений 100% людей принимают исцеления. И теперь практически в каждой из наших церквей мы видим это больше и больше. Это становится более и более как бы обычным делом. Что все исцеляются. И теперь я могу написать к большинству нашим церквям. И они бы мне сказали, что нет больных у них в церквях. А из членов церкви если кто-то болен, это того, кто посетил, кто пришел первый раз на служение. И это не какое-то особенное помазание. Это не какой-то особый дар. Мы просто учим Слову Божьему. Наши члены церкви верят в это. И они становятся здоровыми. И остаются здоровыми. И если враг атакует их, они очень быстро отвечают. и они продолжают оставаться здоровыми. Это то, как Бог предназначил этому быть. И требуется время для того, чтобы вырасти в это состояние. Но наши церкви должны быть самым здоровым местом на всей земле. Если мы служим исцелением, Божьим исцелением, то мы должны быть первыми участниками этого исцеления. И наши люди должны быть самыми здоровыми людьми во всем городе. И теперь мы начинаем видеть, как это происходит. В Иакова 5 главе он сказал, что если кто-то болен из вас, то пускай они призовут старейшин церкви. И пускай старейшины придут и помолятся за них. И помажут их елеем. И они помолятся молитвой веры. И Господь подымит их. Это именно для новорожденных верующих. Теперь мы видим, как мир спасается. Что мир может быть исцелен. Мы видим, что новорожденные верующие могут быть исцелены. Когда старейшины молятся за них. И теперь есть еще один шаг. Это уже для верующих, которые уже некоторое время были верующими. Но они еще младенцы в своем уме. И это принятие исцеления через хлебопреломление. Вы можете принимать исцеление во время хлебопреломления, когда вы берете и вкушаете от хлеба. Потому что хлеб представляет сломленное тело Иисуса. И у меня есть так много свидетельств исцеления именно во время принятия хлебопреломления. Исчезают опухоли в момент исцеления. Потому что у них есть точка соприкосновения, они могут почувствовать хлеб и могут вкусить его. И теперь четвертый уровень. Он написан в Римлянах 8 главе. Здесь в 11 стихе. И это уже для духовно взрослых верующих. То, что мы говорим духовно взрослые верующие. Заметьте, как здесь сказано, что Дух Божий, Он оживит, Он сделает живыми ваши смертные тела. И это Духом, который живет в нас. Заметьте, это не ниспадает на них. Это не принимается через либо преломление. Это не принимается через возложение рук другого верующего. Или молитвы старейшин. Это для возросших верующих, когда они чувствуют, что что-то не так происходит в его теле. Он знает, что Он может позволить Духу из его Духа проистекать в его плоть. И когда вы научитесь это делать, тогда, независимо от того, что происходит, вы просто высвобождаете этот Дух. И ваше тело здоровое, исцелено. Теперь это работает таким же образом, когда вы служите исцелением кому-то другому. Когда вы служите исцелением кому-то, исцеление не падает с небес. Нет, оно изливается из вас в них. Видите? Из вашего чрева будут проистекать реки воды живой. И это Он говорил, говоря о Духе Святом. Потому что Дух Святой проистекает из чрева именно в того человека, которому вы прикасаетесь. и они исцелены. И Дух в вас, который обитает в вас, Он проистекает, истекает из вас, исцеляя их. Поэтому, если Дух может проистекать из вас в них и исцелять их, то точно так же Дух Божий может проистекать в вас и исцелить в вас. Теперь, вот так все просто. Один раз я спросил у собрания, ну вот что они думали. Я сказал, что я знал как человек исцеления. Я знал как того, который может привести больных к исцелению. Поэтому, если бы враг хотел атаковать меня, куда мне идти, кому мне идти? Кому мне надо будет идти? Потому что другие люди приходят ко мне. Теперь, а кому мне идти? И они не могли мне ответить. У них были разные идеи, но мне нужно было им объяснить, что Божье желание, что Он не хочет, чтобы мы к кому-то шли. Поэтому, если бы я почувствовал, как что-то происходит, в моем теле, то я не пошел бы к кому-то. А первое, что бы я сделал, это я взял бы некоторое время целенаправленно и я бы принял решение высвободить Дух в мою плоть в ту сферу или в ту часть, где я чувствую, есть проблема. И целенаправленно я бы направил Дух именно вот в эту часть тела. И может быть, это звучит немного странновато, но а что вы думаете, что я делаю, когда я служу Вам? Я принимаю решение высвободить свой Дух. Я принимаю решение, куда направить Дух Божий в вашем теле. А если я этого не могу делать, то зачем Вам вообще, какая польза того, что Вы мне будете рассказывать, какая у Вас проблема? Поэтому Вы уже знаете, что это возможно. Вы просто должны знать, что это правильно, чтобы Вы это делаете для Вас. Теперь Вам нужно только знать, что для Вас это хорошо и правильно это делать для самих себя. и идея в том, чтобы Вы научились освобождать Дух Божий в свою собственную плоть, в свое собственное тело. И то, как Вы это делаете, это два способа. Первое, Вам нужно принять решение, что это возможно. вам нужно принять решение сделать это. Это точно так же, как принятие спасения. Вам надо принять решение, что это возможно для Бога спасти вас. И потом Вам нужно принять решение, чтобы отдать себя Ему. И это точно так же. Так что, вначале Вам нужно узнать, что это возможно. И потом Вы принимаете решение верить в это. Теперь, если бы я почувствовал, что что-то не так происходит, я уже знаю, что это возможно, потому что я делала это раньше. Просто мне нужно принять решение прямо сейчас, что я верю. Дух Божий Он прямо сейчас атакует вот эту неправильную вещь, происходящую в моем теле. Он выгоняет любую немощь, любую болезнь, любой части тела. Теперь, если бы вся церковь научилась этому, мы бы наконец были в том месте, где Бог хочет, в сфере исцеления видеть нас. Потому что, когда Вы знаете, как это делать, если Вы знаете, что Вы можете это делать для себя, то тогда Вы будете иметь веру делать это для других. Представьте, если мы проводили все наше время исцеляя мир, вместо того, чтобы проводить все наше время, исцеляя церковь. Просто представьте, как бы быстрее распространялось Евангелие. Это кем является церковь. Это легко. Вам просто нужно принять решение верить, что это возможно, и потом верить, принять решение, верить, что это Вы. Вот так все просто. Так что вот здесь, это то, о чем Павел говорит здесь. Вот это вот и есть то, о чем говорит Евангелие. Что Вы знаете, что Дух Божий живет в вас. Библия говорит нам, здесь, в этом послании, что если мы не имеем Духа Божьего, то мы тогда не принадлежим Богу. А когда Вы знаете, что Вы имеете Его, если Вы рождены свыше, то Вы имеете Дух Божий. И если Вы имеете этот Дух, то этот Дух, Он в вас обитает, живет. Он не просто приходит, уходит. Потому что если бы Он просто пришел и ушел, когда Он был с вами, то Вы бы тогда спаслись. А когда бы Он ушел, то тогда бы Вы стали опять потерянным. Поэтому каждый раз, когда бы Он приходил и уходил, Вы бы спасались, терялись, спасались, терялись. Но Он сказал, Я никогда не оставлю и не покину вас. Поэтому мы знаем, Он с нами. И Он обитает, живет в нас. И вот это слово обитание, это значит, что приземлиться. И вот так вот буквально означает, чтобы поселиться в доме. Прийти и поселиться. Дух Божий сделал Вас своим домом для себя. Он не просто посещающий. Он живет. Он обитает. Он в вас находится постоянно. И если этот Дух обитает в вас, тот же самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, это вот тот же самый Дух, насколько Он сильный, который живет в вас. И если этот Дух живет в вас, то тогда Он оживит и ваше тело. Он оживит его. И вы сможете жить в Божественном здоровье. У меня были люди, которые спрашивали меня, если я никогда не заболею, ну, как я вообще тогда умру? На самом деле? Вот это то, о чем тебе нужно волноваться? Как же тебе умереть в один день? Как насчет того, чтобы просто думать о том, чтобы как жить? Вот это то, к чему мы должны прийти. Нам нужно понять. Мы здесь на некоторое время. И для определенной цели. Мы здесь не для того, чтобы тратить пустую время. Мы здесь для того, чтобы приобрести время. И сделать это время работающим на Царство Божье. Он сказал в двенадцатом стихе. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. Вот ваш ответ. Все, что вам нужно сделать для того, чтобы умереть, просто живите по плоти. Но если вы живете по плоти, тогда у вас будет осуждение. Но мы не живем по плоти. Мы живем по духу. Аминь? Но если Но если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Вы не приняли опять Духа рабства, страха. Вы понимаете это? Я встречал много христиан, которые имели дело с этим. Они жили в рабстве страха. Они боялись умереть. Они боялись болезни. Они боялись потерять репутацию. Они постоянно чего-то боялись. А вам нужно осознать, вам не был дан Дух страха, но силы, любви и здравого ума. Это то, что у вас есть. Может быть, страх будет пытаться удержать вас. Но это не вы. Вам нужно принять решение. Сможет ли этот страх удержать вас? Вам нужно принять решение. И сказать, нет, ты это не получишь. Страх? Ты никакого места не получишь во мне. Если мы посмотрели в 1 Иоанна, и 1 Иоанна, сказано, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. И это слово совершенная имеет в себе значение выращенная, взрослая любовь. Полная, взрослая любовь изгоняет изгоняет страх. Так что вы можете жить свободными от любого вида страха. Когда вы взрослые в любви, особенно в любви Божьей, не будет никакого страха в вашей жизни. Потому что не важно, что произойдет, не важно, что происходит вокруг вас, вы будете знать, у вас есть Небесный Отец. И давайте я это сделаю таким ясным для вас. Много христиан понимают, что у них есть Бог. И Он могущественен. И Он удивительный Бог. Но Он Бог. Но вам надо понять, что вы не просто имеете Бога. Первое, вы имеете Отца, который вот так произошло, что Он является и Богом. Иисус сказал, Небесный Отец, Я показал им Твое имя. Я возвеличил Твое имя. Но как Иисус называл Его? Он никогда к Нему не обращал. Он не обращался как к Богу. Только Отец. Так какое имя Иисус прославил? Имя Отца. Так что вам нужно осознать, что у вас нету Бога, который Отец. У вас есть Отец, который вот так произошло, что Он является и Богом. У вас есть Отец, который любит вас и имеет способности Божьей, чтобы защитить вас, чтобы обеспечить для вас, чтобы позаботиться о вас, чтобы любить вас. вот это, что нужно понять вам. И любое падение, любое падение веры, любая ошибка веры, это не остаточная, знаете, не остаточная потеря. это падение, это падение, просто для вас понять любовь Отца. Иисус не говорил много о силе. Он говорил о любви Отца. Он говорит, что ты обитаешь в Моей любви. А я обитаю в любви Моего Отца. И Он говорит, что если вы обитаете в Моей любви, то Отец обитает во Мне. И я обитаю в Нем. И если вы обитаете в нашей любви, то мы придем к вам и мы проявим себя. Бог хочет проявить себя. Но Он проявляет себя через любовь. Видите, мы думаем, что Он проявляет себя для силы. Нет, исцеление — это проявление любви Его. Любовь исцеляет. Обеспечение, то, что обеспечивает ваши нужды, это то, что любовь делает для вас. Потому что любовь заботится о вас. Это любовь. Это любовь в проявлении. Это не просто сила в проявлении. Бог показывает свою силу из-за своей любви. А если бы Он не любил нас, Он бы и не показывал свою силу нам. Аминь? И это то, что нам нужно осознать. Если вы будете фокусироваться на Божьей любви к нам и к миру, то не будет никакого вопроса в отношении, как иметь веру для исцеления. Иисус никогда не ставил это под вопрос. Иисус никогда не задавал такой вопрос. Ну, не знаю, может ли отец, хочет ли он сейчас исцелить его. Иисус сказал, если вы видели меня, то вы видели отца. Сказано, что Он был движим состраданием. А это любовь в действии. Почему? Потому что Бог есть любовь. Иисус просто делал то, что делал бы любовь. Он сказал, я делаю только что вижу делающим моего отца. А мой отец Бог. А Бог есть любовь. Так что все, что я делаю, это то, чтобы любовь делала для вас. И если любовь видит больного человека, ну, конечно же, она исцелит его. И если любовь видит голодных людей, ну, конечно, она их насытит. Потому что любовь она любит. И любовь, она отвечает на нужды. И если вы посмотрите на 1 Коринфянам 12 главу, там целый список того, что там написано, ну, того, что мы называем дарами Духа. И это эти девять, на самом деле это просто девять путей, то, как Дух Божий проявляет себя. И если вы посмотрите на этих девять путей, что каждая нужда, которая только может быть у человечества, и не важно, мне не важно, какая это нужда, каждая нужда, которую может иметь любой человек, может быть отвечена вот этими девятью, одним из девятью даров. Любая нужда. Если вам нужно исцеление, то есть дары исцеления. Если вам нужно направление, то есть слово мудрости. Если вам нужно знать о чем-то, то есть дар слова знания. Если вам нужно понять Божьи мысли, то есть дар говорения на иных языках. Если вам нужно понять, что этот дар делает, что этот дар говорит, то есть дар распознания иных языков. То есть всякая нужда, которая бы у вас была. Если вам нужно обеспечение для нее. Если вам нужна защита, то это дар веры. Вот так все просто. Они не какие-то мистические. Это просто то, как Бог заботится о своих людях. А некоторые люди настолько поглощены дарами, что они забыли о любви того, который дал эти дары. Любви Божией. Любовь Божия дала эти дары. Чтобы люди могли принять помощь. И потом мы находим себя и думаем, так, у меня есть этот дар, у меня есть тот дар. И мы видим человека, и мы думаем, я не имею этого дара, чтобы помочь им. Нет, это неправильное мышление. У вас есть главный дар. Не просто дары. У вас есть главный дар. Главный дар Святого Духа. Он живет в вас. И Его дары в Нем. Поэтому вы имеете самый главный дар, который проявляет себя в различных дарованиях. Поэтому это не о том, какой дар вы имеете, а о том, насколько много любви вы имеете. Достаточно ли вы любите этого человека, чтобы сделать шаг и дать возможность этому главному дару, который живет в вас, проявить себя в даровании. Иисус никогда не останавливался и не задумывался. А у меня есть этот дар? А у меня есть тот дар? А у меня есть вера для этого? Я достаточно помазан для этого? Я достаточно долго молился, чтобы это наконец-то произошло? Он вообще об этом всем не думал. Это никогда не пересекало его мышление. Когда люди говорят так, он просто был в недоумении. Его это удивляло в плохом смысле этого слова. Когда один раз к нему пришел человек, и он сказал, Господи, я приводил своего сына к твоим ученикам, и они не могли его исцелить. Иисус сказал, приведите ко мне мальчика. Подумайте об этом. Он говорит, Господь, я знаю что ты можешь сделать все. Просто подумайте об этом. Он говорит, Господь, я верю. Помоги моему неверию. Иисус удивлялся ему. Этот человек сказал, это человек не спросил у него, Господь, ну если захочешь. Господь сказал, Иисус сказал, что все возможно тому, кто верует. И тот человек говорит, я верую. Помоги моему неверию. Но Иисус был так удивлен. Он говорит, что ты имеешь в виду? Я не могу все возможно для того, кто верит. Это значит, Иисус автоматически думал, я верю. Он не думал о том, что, а что если это не произойдет? Как любовь может не произойти? Подумайте об этом. Как любовь может не произойти? Все, что вам нужно сделать, это увидеть нужду этого человека. И если у вас есть Дух Божий, то Библия говорит, что любовь Божья она уже была излита в наши сердца Духом Святым, того, кто обитает в нас. И Дух Божий принес эту любовь Божью, и любовь Божий обитает в вас. И когда вы видите этого человека, это не какое-то, знаете, вопрос решения, достаточно ли у вас силы. Это не решение или вопрос решения, достаточно ли у вас достаточно ли у вас веры. Это не вопрос веры. Это вопрос любви. Видите это? Потому что мы исцелены любовью. И вера, наша вера в Бога, это вера в то, что Он любит нас. И мы движимы этой любовью. Вы видите, и вы движимы любовью. Вот так все просто. А это не вопрос того, достаточно ли у меня веры или еще у кого-то. Если кто-то говорит, но у меня недостаточно веры. Даже если ты так думал, тебе не надо было это говорить. Потому что ты, наверное, не осознаешься, что ты говоришь Богу. Потому что твоя вера в Бога. Поэтому если вы говорите, что у меня, наверное, недостаточно веры, а вера – это просто то, что вы верите в то, что Бог исполняет свое слово. И когда вы говорите, у меня недостаточно веры, то вы думаете о том, что вы говорите о себе. Но вы так не делаете. Вы говорите о Боге. Потому что ваша вера в Бога. А если вы не имеете веру в Бога, тогда все, что вы говорите, я думаю, что Богу нельзя слишком доверять. Вы не говорите о себе. Вы говорите о том, что вы не можете доверять Богу в отношении этого вопроса. Я знаю, что Бог сказал, что Он это сделает. Но я не верю, что Он исполнит свое слово. Видите это? Вам нужно забыть в отношении разных людей в отношении своей веры. Сара почитала Бога верным. Сара? Сара в Бобе. И вам нужно почитать Бога верным. Христианство — это не человечность. Потому что если ваша вера, она в вас, в вашу веру, то это ваша вера в самого себя. И это человечность. Это не христианство. Ваша вера не должна быть вашей верой. Библия никогда не говорит о том, чтобы вы имели веру в свою веру. Библия говорит о том, чтобы вы имели веру в Бога. И даже Иисус сказал, Я молился за вас, чтобы ваша вера, она не упала. Первое Иоанна, Слово Божие, говорит нам, что даже если мы остаемся неверными, Он верен. И вам просто нужно позволить простигать Его верности. Не основываясь на вашей вере, на Его верности. Видите, если я вам сказал, завтра я встречу с вами ну, где-то там в холле гостиницы, и я встречу с вами там в восемь часов. Если вы верите, что я говорю правду, то вы там будете в восемь часов. И вы будете ожидать, что я там тоже буду в восемь часов. Правильно? Потому что у вас будет вера в меня, что я исполню свое слово. Но если бы я это вам сказал, вы бы пришли, а я не пришел. Тогда, позже, когда бы я вас увидел, вы бы спросили, что произошло? А я сказал, ну, я не мог добраться. Но вот завтра я завтра встречу с тобой там в восемь часов. Now, tomorrow you may show up. Может быть, вы еще раз придете вовремя. But you are less likely to believe that I will show up. Но вы уже будете верить немного меньше в отношении того, что я появлюсь там вовремя. But let's say you decide to show up anyway. Но, по крайней мере, как бы там ни было, вы все равно принимаете решение, чтобы там быть. And I don't show up. And again, I see you, and I say, I'll meet you tomorrow. Eventually, you're not even going to show up to see if I show up. Why? Because you've lost faith in my truthfulness. Right? Now, but who is the one showing the lack? Ну, а кто тут показывает нехватку? Is it you for not showing up? У вас нехватка в том, что вы не пришли вовремя? Or is it me for not showing up? Или это я виноват, что я не пришел вовремя? See, you would lose faith in me вы потеряли веру в меня. Because I would have proven myself unfaithful. Потому что я доказал себя в неверности, что мне нельзя доверять моему слову. So when you say that you don't think you have enough faith, you're not even talking about you. You're saying that God can't be trusted. So don't try to sound humble. Поэтому не старайтесь выглядеть такими смиренными. Don't try to sound religious. Или религиозными. And say, well, I don't know if I have enough faith. Говоря, ну, не знаю, если мне достаточно веры. No, you're bringing an indictment against God. Нет, вы приходите против Бога тогда. Let me show you another reason why that kind of thinking is wrong. И давайте я вам еще одну причину покажу, почему это все неправильное мышление. The essence of Christianity is that you forget about you. That you get your mind off of you. чтобы вы могли свой ум вообще убрать из себя. И вы поместили свой ум Бога. Isn't that true? Не правда ли? That you die to self. Потому что вы умираете для себя. So you take your mind off of you. Чтобы ваш ум убрать из себя. And yet, if you say, I don't have enough faith. No, у меня недостаточно веры. What's the first word in that sentence? Какое первое слово в этом предложении? I. Я. Your mind is on you again. То есть, опять ваш разум о себе. So you're not in Christianity at that point. И в этот момент вы не в христианстве. Christianity has faith in God. Потому что христианство имеет веру в Бога. So you should be thinking God is faithful. Поэтому вы должны думать о том, что Бог верен. Get your mind off of you. И уберите свой ум из себя. It's no longer you that live. Больше уже не вы живете. But Christ who lives in you. Но Christ who lives in you. The life you live now. Жизнь, которой вы живете сейчас. Вы живете в вере Сына Божьего. Который любит вас и отдал себя за вас. Поэтому и Христос живет в вас. Сколько веры, вы думаете, у вас? Сколько веры есть в Нем Бога? Совершенная вера. Если у Иисуса была вера в Него, в то, что Бог сказал, Он сотворит. Тогда уберите свой ум из себя. Потому что не вы живете более. И позвольте Христу вас действовать Его верой. И это уверенная вещь. Аминь? Это все, о чем есть вера. Потому что есть так много посланий веры. А вера – это самая простая вещь в мире. Она должна быть такой простой. Потому что Бог хочет, чтобы все имели веру. Аминь? А если Он хотел, чтобы все люди имели веру, то Ему нужно было сделать веру самой простой вещью. Если бы Он сделал это чем-то тяжелым, и Он автоматически будет отбить некоторые люди выбывают. Поэтому Бог так верен, что всякий сможет иметь веру в Него. И это не имеет ничего общего с человеком. Вам просто надо видеть Бога. И знать, что Он исполнит Своё Слово. И вот все, о чем вера. И потом вы просто живете своей жизнью. Вы живете свою жизнь так, как Бог исполняет Своё Слово. А если я не верю, что Бог исполнит Своё Слово, зачем мне тогда идти в больницы? Зачем я буду молиться за исцеление других людей? А я знаю, что Бог не лицеприятен к человеку. Если Он исцеляет одного, Он не лицеприятен к людям. Если Он исцеляет одного, Он исцеляет всех. Я не пытаюсь узнать, кого Он исцелит, а кого не исцелит. Кто бы хотел такому Богу служить? Это не Бог. Это просто раздавание. Это лотерея. По лотереи. Это то, как люди смотрят на Бога. Они сегодня хотят узнать, насколько они удачливы будут. Какие сегодня кости будут выпадут для них? А это не Бог, это не вера. Бог постоянно тот же. Бог Он постоянно заполнен выигрышем. На вашем языке. То есть у вас постоянно есть, если вы играете в карты, у вас тузы, если вы что-то другое, вы постоянно в выигрыше. И вам нужно понять, что эта вся игра, она уже для вас обеспечена выигрышем. Мы всегда выигрываем. Это все обеспечено. Все уже сделано. Аминь. Вот это вот борение, это борьба, оно уже все сделано с этим. Потому что враг будет пытаться что-то сделать, но его уже побили. Потому что наш Бог является Богом. И наш Бог – Отец. И наш Батр – Отец. А наш Отец – Он Бог. И мы уже выиграли. Из-за нашего брата. Потому что он уже победил. А мы полностью идентичны Ему. Он пошел на это сражение. И мы получаем фотографию, где мы просто стоим с трофеем того, что Он победил. Потому что мы более, чем победители. Мы более, чем победители. Иисус – Он победил. А мы более, чем победители. Ему нужно было сражаться. А нам не надо сражаться. Он победил. А мы получаем преимущество Его победы. Мы более, чем победители. И некоторые люди расстраиваются, когда говорю такие вещи. Но Иисус сказал, те же самые дела, которые делал Я. И Вы будете делать так же. И больше дел. Ну а что может быть более, чем то, что сделал Иисус? Делайте то же самое. И вам не нужно сражаться, для того, чтобы победить. Потому что сражение, которое мы имеем, это сражение веры. Сражение – это быть способными держаться на Слове Божьем. Это вот в чем вера. Вера – это не то, что делает это работающим. Вера – это то, что вы твердо установлены и стоите. И вы видите спасение Божье. Библия говорит, в Евреях 11, верой было распространено Красное и Черное море. И несмотря на это, Моисей он сам стоял около этого Черного моря и он взывал к Богу. А он только что сказал израильтянам, «Видите этих египтян? Вы более их никогда не увидите». Моисей сказал это. А потом он поворачивается и общается с Богом. А Моисей сказал, «Высвободил эти слова перед тем, как он разговаривал с Богом». И потом сказано, «Он вызвал к Богу». И Бог сказал, «Чего ты взываешь ко мне?» Подумайте об этом. Бог сказал «И сказал Моисею, «Почему ты молишься?» Вы понимаете, есть времена, что это даже неправильно молиться?» Бог сказал Моисею, «Чего ты мне молишься?» «Что у тебя в руке?» И Моисе сказал, «Это жезл твоей власти». Это был жезл Божий. И Бог сказал, «Возьми этот жезл, распрости свою руку, и ты раздели это море». «Прочитайте это». Он сказал, «Простри свою руку, и раздели воду». Вот что есть вера. В этот момент для Моисея было неправильным молиться. Почему? Как может быть молитва неправильная? Потому что Бог уже сказал Моисею, «Иди в Египет, забери Мой народ, и введи их в обетованную землю». Это была работа Моисея. Он не сказал, «Моисей, иди в Египет, возьми, выведи народ, приведешь их к морю, но потом мы с тобой свяжемся, и дальше выстроим наш план». Он так не сказал. Он сказал, «Выведи их, и введи их в землю, которую я обещал». Что это значит? Это значит, что что-либо, которое выходит между тем, чтобы выйти из Египта и войти в обетованную землю. Моисея, у тебя есть власть, чтобы со всем этим иметь дело. Теперь я говорю к вам. Это то, что Бог сказал вам. Он сказал, исцеляйте больных. Он сказал, выгоняйте бесов. Он сказал, говорите на новых языках. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И делайте учеников». Что-то из этих вещей, мы даже не должны говорить с Богом. Все то, что говорится в этих вещах, нам об этом даже не надо разговаривать с Богом. И если что-то приходит против того, чтобы это делать, это не воля Божья. Поэтому просто уничтожьте это. Проговорите к этому. Не говорите с Богом об этом. Вы проговорите к этому. И скажите этому уйти. Видите, люди думают, что нужно прожить. о том, что им нужно молиться. И приединить направление от Бога, чтобы быть миссионером. Вам не нужно слово от Бога для того, чтобы быть миссионером. Вам нужно слово от Бога для того, чтобы не быть миссионером. Потому что Он уже сказал всем верующим идти по всему миру. Поэтому у вас нет права стоять. У вас есть право идти. Вам нужно получить особенное разрешение для того, чтобы остаться. Вам не нужно говорить с Богом о тех вещах, которые Он уже сказал вам делать. Тейл Осборн сказал две вещи, которые вам никогда не нужно спрашивать у Бога. Никогда не спрашивайте у Бога сделать то, что Он уже сделал. И никогда не спросите Бога делать, что Он сказал вам сделать. Поэтому все, что Он уже сделал, вам не нужно об этом спрашивать у Него. Все, что Он сказал сделать вам, то вам тоже не нужно с Ним об этом говорить. Вам просто нужно идти и делать. И когда Он захочет, чтобы вы остановились, Он вам скажет остановиться. Но пока вы другого слова с небес не услышите, которое говорит остановиться, вам нужно продолжать идти. Вам нужно продолжать идти и делать учеников. Вам нужно продолжать идти наслаждать церкви. Вам нужно продолжать высвобождать миссионеров. вам нужно продолжать и кормить, и кормить, и одевать тех, кто нуждается в этом. Потому что это воля Божья. Вам не нужно спрашивать Бога, хочет ли Он это, чтобы вы делали. Нет, вы можете с Ним говорить о том, как Он это хочет сделать. Но не в отношении того, хочет ли Он это сделать. Аминь? Это ответственность христиан. Это тот, кто вы есть. У вас уже есть эта власть сделать все, что Он повелел вам делать. И вам не нужно какого-то особенного слова для того, чтобы повиноваться Его повелению. А повеление и есть введение или быть ведомым Богом. Вы имеете Его силу. Она в вас. Тот же самый Дух, который воскресил из мертвых, воскресил из мертвых Иисуса, может сделать то же самое через вас. Аминь?